Это ток-шоу Грани на телеканале Атамикен Бизнес. Яка Иржан Смогулов. Здравствуйте. Как загубить казахстанских телехозпроизводителей? Кажется, ответ на этот вопрос нашли наши чиновники. Во всяком случае, на этой неделе прозвучали сразу два сообщения, которые свидетельствуют о том, что фермеры переживают далеко не лучшие для них времена, благодаря как раз таки действиям, а в другом случае бездействию наших госслужащих. Итак, сначала в социальных сетях прогремел пост одного из шымкентских фермеров относительно экспорта яблок, который испытывает проблемы в Узбекистане, при поставках в Узбекистан точнее. В другом случае появилось сообщение о том, что межведомственная комиссия приняла решение приостановить экспорт картофеля, овощей и скота на некоторое время. Итак, каким образом все это отражается на отечественных фермерах и что на самом деле необходимо делать для того, чтобы развивать сельское хозяйство и внешнюю торговлю. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить и, надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, сейчас в нашей студии находится экономист, кандидат экономических наук Мадьер Кинджибулат. Здравствуйте. Также на прямой связи по видео с нами сейчас находится предприниматель из шымкента Узбек Нажмеденулы, основатель компании Далафрут, а также председатель правления союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Хайрат Бесетаев. С удовольствием вас приветствую, господа. Итак, господин Нажмеденулы, давайте начнем с вас. Именно ваша история, которую вы рассказали в социальных сетях, меня и заинтересовала в первую очередь в начале недели. И там речь шла о том, что вы занимаетесь яблоками и испытываете некие проблемы при экспорте в Узбекистан. Я все правильно понял? Да, 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 есть такие проблемы. В чем именно они заключаются? Одной из проблем это таможенная стоимость. Вот, допустим, если ты везешь яблоки с Польши в Узбекистан, там считывается цена сделки между узбеком и поляком и, конечно, доставка. Плюс это называется определение таможенной стоимости по цене сделки. Либо ставить условную цену, если невозможно будет определить цену захода, невозможно будет определить товар, по какой стоимости ее купили. Соответственно, Узбекистан со своей стороны на все виды яблок со всех сторон, то есть из Китая, из Польши, из других стран, и в том числе из Казахстана, поставили таможенную стоимость, единую стоимость 1 доллар 6 центов. Это как бы взять и вот так тупо поставить и сказать, что вот если хотите зайти к нам на рынок, будете рассамаживаться по такой цене. То есть независимо от того, что ты с Польши везешь груз, либо с Казахстана Казахстан. То есть я как бы сосед этой страны на 100 километров, то есть на меня распространяется та же стоимость, которая распространяется на полях. Я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что если я поставляю свои яблоки за 50 центов долларов в республику Узбекистан, соответственно, я показываю договор для фискального органа Узбекистана, и они должны, по идее, от этой стоимости рассамаживать, то есть должны брать НДС. Но они берут от доллара 0,6, то есть у меня переплата идет в два раза. Соответственно, Узбекистан, получая один раз физически, должны получать от 50 центов платежей, но вторую часть они, на самом деле, в кавыче, грабят меня. Я понимаю. Хорошо. Вы еще упоминали некие дополнительные правила, документы и так далее, которые узбекская сторона придумывает для вас, как для поставщика казахстанской продукции. Да, есть такие требования, это уже фитосанитарные требования, есть госстандарт в республике Узбекистан, и она требует два десятка вопросов, на которых я должен ответить в бумажном варианте. То есть я должен начать от того, что где я взял этот саженцы, где я его вырезал, кто его сопровождал, агротехнический сопровождение, то что и так далее. А именно в этот момент заходят к нам те же виды плодовочной продукции, к нам с Узбекистана в Казахстан. Там никаких документов таких нету, достаточно узбекского фитосанитарного сертификата для того, чтобы заходить к нам. То есть наши фискальные органы и органы от МСХ, они более либеральны к узбекским товаропроизводителям. То есть, во-первых, фискальщики по цене сделки растамагивают, а вот фитосанитарная служба принимает по той сертификации, которую наши признали, по одному листу, там один лист, фитосанитарный сертификат, по нему просто запускают товар, что он годен к употреблению. Я понимаю. Хорошо. Я согласен, что действительно ситуация выглядит достаточно странно. Во всяком случае, несбалансировано это точно. Хорошо. Господин Бесетаев, на этой неделе то сообщение о том, что межведомственная комиссия приняла решение ограничить, ну, приостановить, точнее, экспорт картофеля и моркови, если я не ошибаюсь, те, так сказать, два вида продуктов, которые касаются конкретно вашего союза, каким образом это отразится на фермерах? Ну, самым негативным образом отразится на нас, поскольку мы говорим о том, что мы работаем в рынке, растет все. Дизельное топливо, пестициды, удобрения и так далее, и так далее. Но при этом вводятся там утилизационные сборы, которые очень серьезно влияют на наше приобретение и обновление новой техникой. Но при этом на нашу продукцию они пытаются влиять каким-то образом и регулировать ценные. Что получается на сегодняшний день, у нас получается так, что те картофелеводы, которые вырастили свою продукцию, картофель и тоже морковь, местные исполнительные органы заставляют по фиксированной цене 60, 70, 80 тенге определенный объем сдать в стабилизационные фонды. Понимая, что есть определенные слои населения, которые очень чувствительны к ценам на сельхозпродукцию, мы соглашаемся с этим и сдаем такие объемы добровольно по вот такой в два раза ниже цене в стабилизационные фонды по Владарской области, Карагандинской области, других областях. При этом нам сейчас закрывают рынок и, естественно, цена на картофель обрушится. Если закрытие произойдет, то цена очень сильно обрушится и тот излишек картофеля, который у нас есть, это в пределах где-то, кроме того, что мы уже сейчас отгрузили, уже в пределах где-то 200-220 тысяч тонн еще находятся у нас в стране. Это будет давить на внутренние цены и цена, еще раз повторяю, обрушится. И, возможно, кратковременно наши конечные потребители, население, может получить хорошую цену, а может и не получить, потому что цену уменьшим мы. Но уменьшить ли эту цену розничная сеть и базары, это большой вопрос. Я понимаю, да. Но я имею в виду, что произойдет далее, с учетом того, что, если я правильно понимаю ситуацию, у многих крупных фермерских хозяйств есть контрактные обязательства перед иностранными партнерами. Ну, в частности, в России. Да, мы выполним эти обязательства, первое. Второе, еще раз повторяю, нам некуда будет продавать. У нас сейчас обязательства перед банками, перед лизинговыми компаниями. Там зарплата, людям ее нужно платить. И нам нужна постоянная реализация. Но на внутреннем рынке сейчас очень вялая закупка идет, поскольку многие наши казахстанские предприниматели осенью закупили картофель по 80, 85, 90 тенге. И они ждут как раз весенний период, когда будут закупаться. Декабрь, январь у нас, как правило, это мертвые сезоны. А нам нужно сейчас продавать свою продукцию, поскольку обязательства на нас давят. Как мы их будем гасить, я вообще представления, честно говоря, не имею. Я понимаю. Что ж, господин Кенчибулат, описаны две ситуации. Разные обстоятельства, да. Но результат, в принципе, на мой взгляд, примерно одинаковый. Фермеры, которые терпят убытки, терпят неудобства, так сказать, мягко говоря, неудобства при ведении бизнеса. Вот на ваш взгляд, с точки зрения, ну как бы управления рынками, о чем это может говорить, так сказать, в отношении нашей государственной политики, управления и так далее? Ну да, приветствую еще раз всех коллеги. На самом деле, ну здесь получается два немного, как бы они похожие случаи, но немного разные. Разные, да. Две стороны, так сказать. Но Казахстан, с точки зрения того, что, ну и всегда, мы и с Россией также сталкивались, что у нас всегда более либерально все. То есть на наш рынок можно заходить, скажем, мало правил, мы как бы такая рыночная экономика, как говорится. Открытая. Открытая, да. Вот это вот с точки зрения яблок. Точно такие же проблемы там были с предпринимателями по другим продукциям, те, которые в Россию выходят и так далее. То есть, например, у России очень сильно, вроде бы у нас, как бы, таможенный союз, вот, как бы нет тарифных, скажем, вещей, да, но с другой стороны. Да, то есть нет тарифных барьеров, как бы, но есть нетарифные барьеры. То есть в России очень сильная вот служба фитосориентарная и так далее. То есть там с ними ВТО судятся и европейские страны, там и Китай даже. Ну, то есть они очень сильные в этом плане. Они могут... Ну, теперь, как выясняется, и Узбеки тоже умеют защищать свой рынок. В Узбекистане тоже такие вещи есть. Вообще, я как бы, ну, то есть надо понять по этим. Вообще, в СНГ, СНГ сама по себе является зоной свободной торговли, по идее. То есть то, что они, во-первых, ставят такие же таможенные пошлины, как для поляков, да, ну, то есть это, мне кажется, надо, ну, то есть именно по этой продукции надо. Мы такой рынок тогда защищать не можем. Мы открыты, значит, а для всех остальных... Да, мы изначально, как бы, на самом деле, вот эти все вещи, которые открыты и так далее, это вот в свое время было для того, чтобы мы во всяких рейтингах там, ну, на высокие места пошли, как бы. И это вот эти вот, и для ВТО, чтобы в ВТО зайти, например. То есть у нас очень часто, как сказать, вот мы заходим в какую-то организацию просто для того, чтобы зайти, потому что это, как бы, как сказать, престижно, да, там, скажем, чтобы в doing business у нас там, скажем, мы вот эти все законодательные вещи, как бы, типа, подводим под либеральный, как бы, ну, вот, делаем либеральнее для того, чтобы, как бы, где-то в doing business у нас там, ну, мы выше были. Точно такие же вещи, как бы, и с Россией также происходили, вот, ну, то есть, то, что вот сейчас коллега сказал насчет яблок, на самом деле это надо... Ну, действительно, как вы сказали, это вот и Минсельхоз должен заниматься, и Министерство интеграции и торговли, по идее, вот они этим всем должны заниматься. Хорошо, я вижу, у нас подключился представитель Министерства сельского хозяйства Гержан Тулиутаев, директор Департамента агропродовольственных рынков, органической продукции и технического регулирования. Мне бы хотелось, вот, до конца досконально разобраться, все-таки, кто из госорганов за что отвечает, из кого за что спрашивать. Что касается Министерства сельскохозяйства, то, со своей стороны, мы, наши два комитета, комитет ветконтроля и комитет госинспекции, они отрабатывают с зарубежными нашими странами, со своими коллегами зарубежных стран, то есть санитарные, ветеринарные нормы для госорганов. То есть, если я вас правильно понимаю, в ведении именно Минсельхоза находятся вопросы именно выращивания, производства, поддержки производства и так далее. Я вас правильно понял? Да, да, конечно. Минсельхоз отвечает за производство, во-первых, это, как бы, все меры направлены у нас только на основном на производство. Господдержка. Субсидии. Субсидии. Ну, господдержка, когда есть, включает и субсидии, и животные кредиты. Меры, если взять меры таможенного тарифного и нетарифного регулирования, они находятся, эти меры находятся в ведении Министерства торговли. Я сразу предупрежу зрителей, что мы приглашали к этому разговору представителей также Министерства торговли и интеграции, но, увы, они категорически отказались. Господин Нажмедянула, когда речь идет о равноправии, вы говорили о равнозначности, скажем так, тех позиций, с которых работают казахстанские фермеры и узбекские фермеры, которые поставляют свою продукцию к нам в Казахстан. Как бы вы описали, так сказать, ситуацию с одной стороны, с нашей, казахстанской, и как она выглядит с обратной стороны, с узбекской? Давайте я шире возьму, вот МСХ представитель говорит, что мы можем господдержку оказать, а кто их освобождал от мер нетарифного регулирования, должен нас сопровождать. Вот что такое субсидия, да, вот мы нам субсидируют, субсидируют, а внешние рынки столько дают, что субсидии оказываются нулевыми. Зачем нам субсидии, от которых ЭПД ноль, когда внешние рынки как бы открыты для всех. Поэтому, когда взвешивается со стороны МСХ, вот тебе господдержки в виде субсидий, они должны, как и внешний рынок, тоже изучить, и меры нетарифного регулирования сами инициировать, и выходить на МТИ и на комитет госноходов именно к таможникам, чтобы вот такая ситуация происходить. То есть в этом отношении я не вижу. А вот насчет двух комитетов, которые находятся в МСХ, я считаю, что именно комитет по фитосалитарному контролю очень плохо работает, потому что я несколько раз уже вносил эту ситуацию на обсуждение, и как бы постоянно комитет этот избегал со мной встречи. Почему? Потому что происходит такая ситуация, что с узбекской стороны очень большой объем заходит яблок. Яблок заходит якобы произведенный в Узбекистане, на самом деле их нету, но их легализовал комитет фитосалитарного контроля. В этот момент заходит очень большой объем с Китая яблок физически, а наш фитосалитарный комитет пока у них нету. Соответственно, Казахстан является большим мусорным баком, где легализовываются какие-то продукции, которые вывозятся под казахстанскими пломбами или штампами, выходят на рынки России. Почему? Потому что Россия закрывает от Китая яблок, и надо же яблоки вывезти в Россию. Соответственно, на них делает эблему узбекскую, а потом их вывозит в Казахстан. Реэкспорт называется. Теперь, насчет паритетности, которую вы задаете в вопросе. Вот смотрите, чтобы пересечь границу между Казахстаном, то есть проехать транзитом Узбекистан, нам надо проехать 600 километров от границы Казахстана до границы Туркменистана, 600 километров в копейке, 610 километров проехать. Мы, в этот момент узбекский перевозчик через нас возит в Россию, либо обратно возит, эксплуатирует 2100 километров. Разницу видите? То есть там 2100 у нас, они эксплуатируют дорогу, а мы у них эксплуатируем 600 километров. То есть это паритет? Нет, это не паритет. Господин Бесетаев, насколько я понимаю, в этой ситуации с временным запретом на вывоз картофеля и моркови, одним из, ну скажем так, вариантов решения проблемы вы предложили провести некий аудит всей той продукции, которая есть сейчас на казахстанских складах, там, овощехранилищах и так далее. Зачем? Ну, мы исходили из того, что все те недовольства, которые мы предъявляем правительству, они имеют один очень серьезный корень. Он заключается, эта проблема заключается в том, что у нас нет системы прослеживаемости. У нас государство сегодня не знает, представление не имеет о тех объемах производства, которые в стране происходят, той или иной продукции. И они не знают, как они распределяются между регионами. То есть правительство работает вслепую. Одну минутку, господин Беседаев, но мы с вами буквально, я не помню, месяца полтора-два назад встречались, и вы мне тогда сказали, выставка была сельскохозяйственная, вы мне сказали, что урожай у нас в Казахстане по картофелю, несмотря на достаточно засушливое лето, был довольно неплохим. То есть, получается, вы, фермеры, владеете этими цифрами? Ну да, мы владеем, но нас никто не спрашивает. Они все опираются на статистику, которая абсолютно ничего общего с реальностью не имеет. То есть они понимают, что статистика врет, но не опираться на него они не могут. Вот такая у них чиновничья судьба, я не знаю, планита у них такая. Логика такая вывернута. Они обязаны опираться на статистику и в то же время не понимать, что она врет. Вот. И отсюда все причины. И поэтому, понимая, что сегодня правительство абсолютно неведение, мы говорим, давайте, давайте мы откроем вам свои склады и покажем, сколько у нас всего продукции. Создадим такую межведомственную тоже комиссию, в которую войдет представитель Министерства торговли, сельского хозяйства, РПП от Амикен, местные исполнительные органы. Посчитаем, сколько этого картофеля у нас есть и моркови. Хорошо. А вот сейчас, до начала этого аудита. И определим тот объем, который у нас является лишним, который мы можем без ущерба для внутреннего рынка экспортировать. И нам проще всего контролировать именно вот эти излишки, как они уходят за пределы Казахстана. Понимаю, да. Но вот сейчас, прямо сейчас, до начала этого аудита, ведь наверняка у вас какие-то хотя бы общие цифры ведь под рукой есть? Конечно есть. Я говорю, у нас вот есть две цифры. Сколько мы произвели? Мы произвели на уровне прошлых лет картофеля. Это раз. Поскольку мы на орошении, и вот эта засуха, которая в этом году случилась, на нас она сказалась меньше всего. Это первая цифра. Вторая цифра. Мы в этом году за август-ноябрь месяц экспортировали за пределы Казахстана в два раза меньше, чем мы экспортировали ежегодно. И ежу понятно, что есть излишки. И они налицо. И останавливать сегодня экспорт, это работать против фермера, не решая главные задачи. Они хотят, наверное, чтобы у нас был достаточный объем картофеля в стране. Он у нас есть. Если они хотят таким образом регулировать цены, то я еще раз повторяю. Если даже у нас провалится цена, опыт прошлых лет показывает, что в рознице, конечному потребителю, цена сильно не опустится. Вот такая у нас ситуация в стране. Базары, розницы и прочее, они будут продавать по той цене, по которой они считают нужным. Мы вообще можем говорить об эффективной государственной политике управления в экономике? В рыночной экономике? Это хрестоматийный постулат. Государство вообще не должно сильно вмешиваться. То, что я очень солидарен с коллегой. То, что статистические органы. Я в свое время работал, когда мы берем статистику, пытаемся через нее что-то делать. Потом оказывается, что вообще не так. То есть, если у тебя вот эти данные есть, как ты можешь посчитать по-другому? То, что вот коллега предлагает, что вот надо собраться, понять, сколько вообще картофеля, куда что идет. Просто посмотреть на склады. Да, ну то есть, я помню даже в 2012 году, по-моему, когда вот делали ревизию вот этого крупного рогатого скота КРС. Там он что-то там, их 7,5 или 8 миллионов было, там на 2 миллиона что ли сократилось. Я вот просто смотрел, я думаю, что жут полгамба, ну не бали, короче. Оказывается, просто ревизию делали. То есть, они там приписывают, ставят какие-то непонятные цифры. Но в этом плане я, конечно, согласен. То есть, вот сейчас мы везде говорим, что цифровизация и так далее. Вот как раз-таки эти все вещи можно вот сейчас на данный момент работать. Как раз надо с фермерами работать конкретно, то есть с представителями союзов, чтобы понять правильные цифры, чтобы Бюро национальной статистики тоже участвовало в этом. Вот, с другой стороны, я как бы вот, например, то, что именно по яблокам и так далее могу, наверное, сказать то, что... Вот если брать последнее, я просто на макроуровне посмотрел, то, что по торговле. Например, с Узбекистаном у нас, если в 2015 году, вот когда у них там сменялась власть и так далее, положительная сальда была всего 200 миллионов долларов. Там они где-то на 900 чем-то миллионов, около миллиарда мы туда экспортировали. Вот, и они 700 чем-то миллионов сюда экспортировали долларов. Вот, на данный момент у нас в этом году, скорее всего, будет полтора миллиарда. То есть положительная сальда практически выросла, ну, сколько, с 200 до полутора, в 7 раз выросла положительная сальда в пользу Казахстана. То есть там, например, сейчас на первом месте, у нас на первом месте сейчас по пшеницу. То есть мы пшеницу спокойно завозим. Вот, и примерно треть всего нашего экспорта в Узбекистан это пшеница. То есть 30 процентов. Сейчас давайте я докончу. Вот, до этого, например, у нас в 15-16 году очень большую часть занимала мука, например. То есть и Узбекистан, плюс мы еще экспортировали эту муку, скажем, в другие стаи. Афганистан. То, что проходили через них, там, Таджикистан и так далее. Вот, теперь узбеки что делали? Они покупают у нас этот, на муку ставят высокую пошлину. То есть односторонне. Мы и про этот вопрос тоже говорили. То есть узбеки, в принципе, правильно работают. Они работают в национальных интересах своей страны. То есть что, где выгодно, они пускают. Вообще ни пошлины, ни так далее. Где нет выгоды, там, скажем. И для нас, например, просто я не знаю, там, объем яблок, да, то есть, ну, при всем уважении, да, там, скажем. Если там сотни миллионов долларов, да, там, скажем, там, под миллиард, скажем. Ну, такие как бы большие-большие объемы. То здесь, если там, не знаю, там, сотни тысяч или миллионы долларов, всего, там, 5-10 миллионов долларов, могут даже на это не обратить внимания, там, ну, когда миллиардные у вас идут обороты, как бы, ну, то есть вот эти вещи тоже есть. Хотя я, опять же таки, я против этого. Я просто, я как бы, я объясняю, наверное, как бы, как сказать, как думает министерство. Мне просто интересно, почему казахстанские ведомства государственные очень неохотно пользуются рычагами давления на другие страны, да, чтобы пробить туда рынки на экспорт, а очень охотно пользуются рычагами против собственных производителей, чтобы загнать их в какие-то рамки. Вот, правда, не понимаю этого. Хоть убейте. Кстати, господин Нажмезенулы, вот просто для того, чтобы, ну, вот, расставить точки над «и», да, потому что, как справедливо господин Кеджбулат отметил, мы в данный момент не знаем, о каких объемах поставок яблок на экспорт идет речь. Не откроете небольшую коммерческую тайну, сколько вы яблок вообще выращиваете и сколько отправляете на экспорт? Ну, предыдущий коллега говорил о том, что мы неинтересны для правительства, потому что мы копеечную долю занимаем. Да, правда. Да, действительно, основная доля, вот третья, он говорит, что это зельма, а потом есть металл, и эти продукты, там, и так далее, и так далее. И, соответственно, вот эта часть, он как бы показывает, насколько мы больше экспортируем туда. Но именно яблоки, тематикой по яблоке, да, Узбекистан является производителем яблок, которые могут тот объем вывозить за пределы. У них дефицит этих видов продукции. Но для того, чтобы создавать условия для себя, они закрывают специальные границы, либо, то есть здесь два выигрыша. Первый выигрыш мотивирует своих, чтобы они выращивали эту продукцию. Второй мотив – это пополнение казны за счет вот таких вот условных цен и создания барьеров. Ну, ты заходи на наш рынок, но ты плати два раза больше, чем мы могли бы тебе, ну, чем ты можешь. То есть вот этот момент, да, вот, соответственно, вот такие барьеры выходят. Но они являются очень большими производителями плодовочной продукции других видов. Там, допустим, ну, очень много там винограда, может быть, еще другие моменты. Но именно по яблокам у них дефицит. Поэтому они, их узбекские товарищи, приходят у нас, покупают эти яблоки, зная, что есть препоны на границе. Они завозят наши казахстанские яблоки в Киргизию, через южные границы, через Ош, через Баткен, завозят контрабанды в Узбекистан. Понимаете? И чтобы у себя в Ташкенте, либо в других городах продавать наши казахстанские яблоки. Даже с учетом того, что вот эти идеи нарушения на такие затраты, на такие неудобные логистики, они умудряются и на этом зарабатывать деньги, то есть на яблоках. Поэтому мы хотели бы прозрачный рынок, прозрачный доступ к рынку. А вот наша доля, она вообще копеечная. Мы только, вот именно яблочное направление, садовое направление, у нас новое. Мы только-только поднимаемся. Поэтому говорит о том, что мы очень большую долю занимаем, либо производство яблок. Нет, мы их не занимаем. Но я так думаю, что к 2025 году мы будем наращивать такой объем яблок, который будет закрывать и внутренние рынки, и будем больше отправлять за пределы границы на экспорт. Но это, конечно, валюта. Почему? Потому что вся хозяйство, создание садовых комплексов, вот этих интенсивных, вся структура, кроме людей наших, кроме воды и электронетики, все импортное. Поэтому нам приходится выходить за рынок, чтобы получать это. Понимаю. Искренне желаю вам, господин Нажмин Луи, чтобы ваши планы воплотились и вы стали одним из мощнейших экспортеров яблок из Казахстана. Что ж, господин Бесетаев, на прощание. Я понимаю, что, так сказать, в данном случае, вот конкретно в этой ситуации очень простой был бы совет на данный момент, так сказать, в сторону властей, правительства, так сказать, просто отмените этот запрет на экспорт картофеля и моркови. Но если говорить не только о сегодняшнем дне, а вообще системно, поскольку, насколько я помню, опять же, вы мне рассказывали о том, что южноказахстанские фермеры уже начали, так сказать, выращивать ранний картофель, который, собственно, закроет этот промежуток временного дефицита в начале лета и так далее. Вот на ваш взгляд, системно, что бы стоило властям изменить, чтобы снова на эти грабли не наступать с запретами, с непонятным регулированием того, что не надо регулировать и так далее? Ну, первое, что мы предлагаем в конкретной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поскольку, да, там системные проблемы не решаются, но жить надо сегодня и решение надо принимать сегодня, то я бы предложил, и это мнение не только мое, это консолидированное мнение всех наших производителей картофеля и моркови, нужно вводить квотирование. То есть, если вы не видите те объемы, которые есть, если у вас какие-то есть там опасения, что соседние страны могут вывезти больше, чем нужно этого картофеля и моркови, давайте введем квотирование и через экспорт будем регулировать, чтобы лишнее не ушло. Это такая пожарная мера сегодня. Ну, а в будущем, конечно, нужно проводить, первое, это нужно систему прослеживаемости. По цифровизации на самом деле Министерство сельского хозяйства сегодня достаточно хорошо движется. Наша хозяйственная отрасль сегодня, в общем-то, неплохо идет в плане цифровизации. И вот в развитии этой программы нам необходимо внедрять систему прослеживаемости. И бизнес сегодня готов больше, чем государство, к тому, чтобы показывать, быть прозрачным для государства, сколько произвели, сколько хранится, куда движется и так далее. Ну и третье, и самое важное, я считаю, это то, что мы бизнес, народ очень подвижный. Мы очень часто ездим по сопредельным странам, по другим странам, на себе ощущаем какие-то меры, которые вводит наше государство или соседнее государство. И мы нашли одну очень такую принципиальную разницу между правительством, скажем, той же России, Белоруссии и Узбекистана. Чем они отличаются от Казахстана? Там государственное управление построено на консолидированной, согласованной и совместной работе на рынке в поддержку собственного производителя. А у нас есть производители, есть отдельные министерства, но нет общей политики, нет согласованной работы. И это отмечают многие наши коллеги-предприниматели. И вот с этим надо что-то делать. Понимаю, согласен. Что ж, господин Кенжбот, если можно, коротко, если можно, тезисно, ваш вывод из всей этой сегодняшней беседы. Ну, действительно, я полностью согласен, что у нас нет какого-то консолидированного мнения. Ни в одну сторону движемся, да? Да, то есть не то, что ни в одну, просто здесь, я знаю людей и в госаппарате, которые тоже хотят улучшений и так далее. Но здесь есть и проблемы, скажем, того, что статистика кривая немного, и проблемы с тем, что непонятно куда что уходит, и проблемы, скажем, коррупции, да? И координации. Мы знаем, например, про казахстанско-китайскую границу говорили, да? Мы каждый год говорим, что у нас, как бы получается, вот эта зеркальная статистика 6 миллиардов долларов разрешается. Каждый год 5-6 миллиардов долларов. То есть Китай, например, показывает, что он на 12 миллиардов долларов экспортировал Казахстан. Казахстан показывает, что на 6 миллиардов. Говорит, остальная часть якобы это реэкспорт. Но я говорю, вы конкретно покажите, где реэкспорт, куда ушел, и начинают. Ну, то есть, не знают. На самом деле, основная проблема, вообще, практически по всем товарным продукциям, по товарам, мы не до конца понимаем, сколько чего есть. И чтобы потом это все дальше примерно понять и рассчитать, как куда логистически это все выстроить и так далее. То есть, если у вас не будет данных, то о какой хорошей работе может идти речь. То, что предложил коллега, это очень правильно, я считаю. То есть, это надо и с бизнесом. То, что у них есть данные БНС посадить, Бюро национальной статистики. Все вместе понять, вообще, сколько есть. Потом, как логистически это все раскидать. Потом, возможно, вопрос квот. Видите, по каждому продукту надо отдельно двигаться. Ну, что делать? Это работает? Да, но то, что, например, я действительно согласен, что, например, как в России это происходит и как у нас, это вообще небо и земля. То есть, у нас, вот нам есть еще куда расти, как говорится, мягко говоря. Безусловно. Что ж, от себя добавлю, что, еще раз скажу, что мы действительно к этому разговору приглашали представителей Министерства торговли и интеграции, но, увы, они категорически отказались, заявив, что, дескать, какие проблемы в экспорте, нет никаких, мол, проблем. И вообще, они заняты тем, что организовывают поездку в Дубай. Ну, я понимаю, что поездка в Дубай за государственный счет, конечно, очень важная вещь зимой, но мне кажется, что с учетом того, что вот по положению Минторговли, это у нас является центральный орган развития и регулирования внешнеторговой деятельности, международных торгово-экономических отношений, мне кажется, что здесь стоило бы подчиненным господину Султанову ответить на многие вопросы. Поэтому я прошу считать это официальным журналистским запросом. Господин Султанов, попробуйте все-таки заставить своих подчиненных объяснить, что происходит с нашим экспортом казахстанской сельхозпродукции и почему он тормозит и почему создаются ему все время какие-то препоны. Очень надеюсь, что получу ответ на этот вопрос. Что ж, уважаемые гости, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в этой беседе и ответили на все вопросы. Итак, это было ток-шоу Грани. Увидимся в следующем выпуске на телеканале Атомикен Бизнес. Всего доброго.